Надежда, Наденька, спасибо вам большое. Знаете, прям вот отпустила, прям на сердце полегчало сразу. Вот утро стало еще лучше. Итак, друзья, у нас в гостях Артем Миронов, владелец проекта «Голос города» и Елена Тиминова, креативный директор. Здравствуйте! Доброе утро, ребята! Спасибо, что проснулись так рано, бодры, веселы. Но для начала расскажите, что это за проект нашим телезрителям, потому что не особо понятно. Да, когда мы говорим, что это иммерсивный театр-прогулка, все говорят, что? Да, вот я тоже, что? Есть два понятных слова – театр, спектакль, прогулка. То есть это действительно то, что на поверхности мы надеваем наушники и идем. В наушниках происходит, собственно, весь спектакль. Это не аудиогид, это не аудиокнига. Это действительно самый настоящий аудиоспектакль, который очень сильно привязан геолокационно к тому маршруту, по которому мы идем. Вы видите какое-то здание, какой-то объект, актера, но вы не знаете, актер это или нет. И все это завязано в сюжет, все это происходит секунду в секунду, все вовремя, светофор, какая-то лампочка, какие-то люди, появление. И в этом магия, и она действительно есть, она фантастическая. И вот поэтому это и называется иммерсивный. Иммерсивный – это вообще компьютерное слово, компьютерный термин – это погружение в некую среду. Вот мы создаем эту виртуальную среду в пространстве города, но это не то пространство, в котором вы привыкли находиться. Оно действительно другое, оно виртуальное. Прям вот матрица. И вы начинаете, да, вы постепенно создаете в голове свой спектакль. И он реально у каждого свой. Ну скажите, как лучше ходить одному вдвоем, с девушкой или с друзьями? И как интереснее? Мне кажется, что нужно ходить, попробовать сходить со всеми. И с родителями обязательно сводить их, и с девушкой, парнем, и с мужем, и обязательно с детьми. То есть у нас два спектакля, где 1,6 плюс ограничения, и от 12 лет – это улицы революции. Дети в восторге. Дети гораздо лучше взрослых, понимают, ухватывают, интересуются. Вы готовили этот проект, то есть вы узнавали что-то о городе. Я правильно полагаю, что там про город Краснодар, про историю. Есть открытие, которое сделали вы сами для себя. Вот вы, допустим, не знали о чем-то, и вдруг начали заниматься этим проектом, а бабах! И вот прям что такое открыли для себя? Я очень много для себя открыл именно в этом проекте. Во-первых, я узнал, оказывается, какое гигантское воздействие оказывает просто слух на восприятие реальности. Я очень много изучать начал эту тему, очень много углубился. Здесь такая нейрофизиология, нейробиология, это все дико интересно. Это очень круто работает и действует на людей. Я почему-то говорю, что это получается только благодаря звуку создать ощущение погружения в другое пространство. Фантастический эффект. Но гораздо больше, конечно, я для себя открыл, это стыдно говорить, но я больше узнал город. Выкладывайте. При том, что я здесь живу всегда, люблю безумно, обожаю каждую улочку, живу в центре. Я центр наконец-то узнал, в котором я тысячу лет прожил. А, скажите нам, что вы узнали, что интересного про наш город? Да, это будет спойлер, но, например, для меня поразил парк со слоном. И это будет такая загадка для вас. То есть нужно обязательно сходить на улицу революции, вы поймете, о чем я. Это место, на котором просто наворачиваются слезы. Когда проходишь мимо него и узнаешь, что же там было до этого, до парка со слоном. А вот места такие вот странные, знаете, не знаю, вроде утро. Ну, ладно, расскажи. В общем, был у меня знакомый историк, и он сказал, Маша, обязательно, вот просто обязательно сходи, говорит, на кладбище. Сходи, да, потому что там очень много интересного, всякие там исторические какие-то штуки. Мы не проходим кладбище. Есть у вас маршрут такой странный? Ну, не в этот раз, но я думаю, что обязательно будет. У нас в Краснодаре два спектакля, не один. То есть «Голос города» – это проект зонтичный, это театр, который включает в себя огромное количество уже там авторской свободы. И каждый автор, авторская группа, коллективы, они создают спектакли про «Голос». И каждый спектакль – это абсолютно своя культурная история, с абсолютно своими эмоциями. И вот то, что мы делаем в Краснодаре сейчас, мы уже сделали два спектакля. И это далеко не предел, я думаю, в городе будет примерно пять. Это очень… Ну, мы походили, поизучали маршруты, темы. Вот около пяти, наверное, будет здесь в ближайшее время. Хорошо, это вы говорите про город, про город Краснодар. Но нас смотрят же еще и край, в крае планируется. У нас совсем недавно вышел спектакль «Прогулка» в Абрау-Дюрсо. Ух ты! Вас поздравляем! Спасибо большое, это фантастика. Можно поздравить вообще Абрау-Дюрсо с этим, потому что это действительно фантастика. То, что получилось там, это ноль рекламы, ноль промо, никакой истории корпоративной, как там что-то, вот они тут шампанское начинали производить. Это совершенно фантастическая история человеческая, настоящая история жизни, любви. И вот как она здесь сохранилась. Слушайте, вы так интересно, ребят, рассказываете. Вы историк? Нет, вообще юрист. Нет? А вот оно как получилось. А почему вы занялись вот таким необычным проектом? Вдруг? Вдруг? Да. Да, ну вот именно вдруг. Вообще, вы мне представили как владельца и совладелец, и сама идея заняться этим, она исходила от моего партнера, от Ильи Фигенова. Он очень известный в городе промоутер подобных вещей. Приходит Илья и говорит, слушайте, вот есть там суперкрутая штука, вот я столкнулся, это просто космос срывает башню. После этого, ну я скептик, я дикий скептик, я говорю, окей, тебе сорвало, мне вряд ли. Докажи. Надо куда-то ехать, да. Мы поехали в несколько городов, где подобная история реализована. Попытались, честно сказать, сначала попытались открыться по франшизе, ну просто потому что хотелось подарить это городу. Правда, это была идея просто, это не бизнес, это идея была вот сделать что-то классное в Краснодаре, потому что мы город воспринимаем как вот большой наш дом, не квартира. Вот, и прям искренне хотелось, чтобы это было у нас. Нам сказали, франшиза в очередь на два года. Но мы не захотели ждать два года, и все сделали с нуля сами. И вот удивитесь, но мы сейчас оказались чуть ли не мировыми лидерами в этой отрасли уже. Правда? То есть так быстро? Подождите, Жень, провести, пожалуйста, а сколько? Всего год? Год и месяц. Да. Ну вы даете. Браво. Спасибо. Это прям здорово. Немного статистики хочется. Сколько человек работало над этим проектом? Ну вот уже Артем. Сложно ли это сделать? То есть вот от начала до конца. Это очень сложно, особенно когда ты начинаешь с самого нуля, ты не знаешь ничего. Специалистов, которые могут вот просто вот раз и создать аудиоспектакль в формате иммерсивной театропрогулки, да, спектакля-прогулки, их практически нет, это единицы, в мире единицы. И, кстати, большинство из них в России, как ни странно. То есть есть очень талантливые люди, которые быстро это понимают. Вот у нас есть группа авторов, которая создавала «Улицы революции». И Абрау Дюрсо. Да, и они же, кстати, да, Абрау Дюрсо. Это талантливейшие девочки из Краснодара, которые здесь очень много всего делали. Они участвуют в многих социальных проектах. Организовывать баллы. Благотворительных каналов, да, благотворительных проектов. Они смогли в это проникнуть в течение вот какого-то времени. Это не так легко, не так просто, но они смогли. И потом это становится чем-то действительно вовлекающим. Сейчас они бросили все свои работы, занимаются только этим. И у нас счастливый симбиоз. Ребята, спасибо вам большое. Удачи вам. Пусть у вас расширяетесь, пусть у вас все всегда получается. Спасибо большое. Ребята, у нас в гостях были создатели иммерсивного театра нового формата. Артем Миронов и Елена Тиминова. Спасибо. Спасибо. Ну а дальше смотрим «Факты спорт», «Факты» и возвращаемся в студию.